Не так давно мы рассказывали о заседании межведомственной комиссии при главе Славянского района, посвященной организации летнего отдыха и оздоровления детей. Работа в этом направлении продолжается. Мы побывали на семинаре, который прошел в пятой средней школе, где обсуждалась подготовка к летней кампании 2019 года. Приоритетными направлениями программы «Лето-2019» являются безопасность детей и эффективный подход к реализации планов, чтобы смогли полноценно отдохнуть как можно больше детей. Для того, чтобы организовать хороший летний детский отдых, необходима слаженная работа всех задействованных в этом служб, успешная координация действий всех организаций. А какой отдых без культурной программы? В прошлом году большой интерес у ребят вызвала акция «В гости к соседу Казачья Слава». И в нынешнем году эта акция будет продолжена. Творческие программы, представляемые учреждениями культуры, будут посвящены году театра. Участвовать не будут и учащиеся детских школ искусств, сотрудники библиотек и Славецкого историко-кровеческого музея. Маленькие жители станиц, хуторов, поселков смогут побывать в гостях у своих соседей, стать зрителями театрализованных программ, участниками тематических казачьих викторин и конкурсов, посидеть музей казачьего быта, узнать истории жизни знаменитых сельчан, поучаствовать в спортивных играх и конкурсах. Укрепление здоровья детей в летний период – это задача не только здравоохранения, но и всех, кто участвует в организации отдыха. Требуется постоянный контроль над соблюдением санитарных норм в лагерях дневного пребывания. Также необходимо это соблюдение санитарно-всегигиенических режимов на летних оздоровительных площадках и контроль за питанием, потому что эти все основные моменты, они в дальнейшем помогут нам, плюс еще те мероприятия, которые мы проводим по оздоровлению, не ухудшить состояние здоровья наших детей, а возможно улучшить, так сказать, на ступеньку. Новые и традиционные формы организации летних мероприятий осуществимы только при тесном взаимодействии специалистов по работе с молодежью и сотрудников образовательных учреждений. И специалисты по работе с молодежью помогают школам организовать досуг для детей, закрыть определенные показатели, и школы будут помогать специалистам по работе с молодежью выполнять определенные задачи, которые ставятся перед поселениями, перед главами главы района и межведомственной комиссии. Я надеюсь, мы сработаем так же хорошо и в этом году, как в прошлом году. Спасибо всем, кто в прошлом году у нас активно принимал участие в туристских сменах, походах и мероприятиях. О безопасности на дорогах в летнее время, когда возрастает транспортный поток и, к сожалению, увеличивается число аварий, нужно помнить всем – и детям, и их родителям. Хочется обратиться ко всем родителям. Контролируйте ваших детей, где они находятся, с кем они находятся, где они играют, чем занимаются. Конечно же, уважаемые родители, объясняйте вашим детям, что дорога – это не место для игр. Проводите с ними профилактические беседы по безопасности дорожного движения, по безопасному нахождению на проезжей части. Работа участников семинара продолжилась в консультационных пунктах. Лето и культура, организация досуга по месту жительства, функционирование лагерей дневного пребывания, лето и школа, где более подробно раскрывались интересующие участников темы. Для того, чтобы быть в курсе современных требований, и нужен такой семинар с самой актуальной информацией. Летняя кампания не только занята с детей, но еще и оздоровление. Поэтому хотелось бы, чтобы она прошла на высоком уровне. Поэтому данному семинару уделяем особое внимание и уверены, что каждый из участников возьмет для себя то, что ему пригодится в работе в этот летний период. Но на этом семинаре мы работу не заканчиваем. Все наши службы, управления, ведомства открыты для дальнейшей консультации работ. У нас составлен график выездных комплексных мероприятий в сельских поселениях. Мы с начала летней кампании будем организовать эти выезды и помогать на местах. Увидим те слабые стороны, которые, может быть, у кого-то есть. И найдем интересные моменты, которыми можно было бы поделиться с другими организаторами кампании. Итак, получившие важную и нужную информацию специалисты вскоре смогут применить современные подходы на практике. А оценку их работе поставит сама успешно проведенная летняя кампания. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Это приказ. Продолжение следует...